Строительство дома отдыха в тупике улицы Харченко началось в октябре 2018 года, рассказывают жители близлежащих домов. Один небольшой участок выкупили четыре разных владельца и решили возводить таунхаус. Мы им говорили, что подъездного пути сюда нет, а верхняя дорога, так как у нас здесь террасы, находится сверху. Строиматериалы подвозить неудобно. Когда они его покупали, они сказали, что будут завозить на вертолетах. Что им всё равно, они наймут компанию, она будет строиться. Однако вертолёты в ход не пошли. От единственного подъездного пути к жилым домам строители провели 10-метровый деревянный желоб. По нему на стройплощадку поступала бетонная смесь. Но после хозяева всё же решили подвозить материалы непосредственно на участок. И грузовые машины начали курсировать по узкой пешеходной улочке, которую жители района сделали своими руками. Она без покрытия, дорога считается грунтовая. И стройматериала мы по ней возить не даём, потому что наши дома безфундаментные. Им по 100 лет. И у нас есть бумага, что мы находимся в оползневой зоне. И наши дома просто сползут. Соответствующее заключение вынес Севприроднозор. В документе чётко сказано, что территория, на которой ведётся строительство, находится в оползневой зоне. И любое техногенное воздействие на неё может активизировать оползень. Владелец одного из четырёх корпусов таунхауса комментировать ситуацию отказался и запретил снимать его стройплощадку. Депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова на протяжении полутора лет занимается этой проблемой. В ноябре 2018 года она приезжала на объект с инспекцией. Мы неоднократно привозили туда представителей МЧС, муниципалитета, направляли письма в стройнадзор. Но, к сожалению, на тот момент ни один надзорный орган, ну разве что за исключением МЧС, не предпринял никаких шагов для ограничения строительства. Были просто предписания сделать строительство безопасным, оградить его, строить по нормам. Но, фактически, на территории, на которой может быть возможно построить один небольшой жилой индивидуальный дом, фактически сейчас возводятся четыре таунхауса. По словам Татьяны Щербаковой, в чрезвычайном ведомстве подтвердили, что пешеходная улочка для проезда большегрузного транспорта не предназначена. Однако добиться прекращения опасного строительства жителям микрорайона не удается, и они своими силами пытаются защитить дома от неминуемого оползня.